Добрый день, друзья! Это Катс Айсберг Геймс. Айс всегда с вами. Сегодня будем говорить о книге Оурулла. Скоттный двор. Скоттный двор. Хорошая книжка для чтения. Заставляет задуматься вообще о жизни. Что, как, зачем, почему. Неоднозначная книга, скажу вам сразу. Многим она не понравится. Она очень понравилась за рубежом. Вот в Америке, в Англии, во всяком зарубежном. Именно, как я называю, капиталистически. Потому что капитализма не существует. Как и любой другой системы в чистом виде. Всегда есть смешанные, смешанные системы. Все системы смешанные. Не бывает чистых систем. Они вот там понравились. А в России, в восточных Европах, в определенное время, не нравилось. Мы ее обсудим. Хорошая книжка. Есть мультик. Есть фильм. Есть книга. Есть спектакль даже какой-то там будет. Популярная вещь, я говорю. Такая литература массовая. Там, как вы поняли, про животных. Маленьких, больших, умных и не очень животных. Был обычный скотный двор в Англии. Ничем не примечательный. Ни богатый, ни бедный. Средний такой. Там был пьющий у них начальник. Ну, как начальник. Ну, хозяин фермы. Пьющий такой. И он там ходил, там сработал или-или, там все было не сильно хорошо. Но в один день метеорит он упал. Не знаю, что могло случиться. Метеорит упал или там радиация солнечная. Там, я не знаю, испытания какие-нибудь. Там, я не знаю, вирус какой-нибудь новый или еще что-то. Короче, им все животные на этой ферме поумнели. И поняли, то, что надоело им так жить в угнетении. И им надо вот именно этого хозяина прогнать. Прям прогнать надо прям вот все вот. Короче, для тех, кто не понимает, это книга, пересказ истории России. Там, революция 17-го года. Там, как Троцкий убежал, как Ленин к власти пришел. И вот примерно вот тот же самый пересказ, короче. Чтобы совсем быть... Кому он про этот тематик вообще не нравится, кто историю не знает, тому вообще лучше не читать. Я бы на это еще как детская книжка еще там... Вообще читать я бы запретил такие книги, именно подвержены вот таким людям, которые всякие там любители вот этого персонажей исторических. А вот для всех остальных может. Но мы книгу обсуждаем. Там, короче, вот эти животные, они, короче, поставили революцию, сделали, прогнали вот этого язня. Хозяина вот этого прогнали. Он там потом в пивбаре пьянствовал, сидел там, жаловался всем. Я, короче, пересказываю и мультик, и фильм, и рассказ. Отовсюду понемногу беру, чтобы было интересно. Это мой формат. Я рассказываю то, что я мог додумать сам, даже то, что там нет. Мне это не волнует, так что слушайте, радуйтесь. Кому прям хочется дословно пересказ, дословно этот, ну, читайте книгу. Вы зашли на канал, где человек просто пересказывает, как он видит вообще свое мнение, все это высказывает. Ты как, отсылочка, просто там, как интересно было. Там в одной, там, московской школе или где-то там, это сочинение написал, там автору, автору дали возможность написать школьное сочинение, и учительница написала, поставила двойку и сказала, автор не имел в виду это и это в своем произведении. Хотя это сам автор произведения, сам и сочинение и написал. Так что, зная это, зная эту информацию, мы идем дальше. Там в скотной дворе, вообще была революция. На скотном дворе не всех прогнали, хозяина прогнали, хозяин пришел в бар, говорит, у меня животные там разбушевались, давайте, народ, помогите мне, их отобьем. Ну, и интервенция пошла. Ну, там они отбились, ели-еле животные там, и старались, отбились, там, дрались, там, все-то, ну, все, отбились, все, у них своя ферма пошла. Ну, ферма пошла-пошла, а что делать? Стали, стали работать все. Стали все работать. Там, кстати, первое время погромы были, всю еду, которую там было, все, что можно было съесть, съели, короче, проели. Ну, надо что-то делать. Но ферма-ферма, она без подпитки, я так вот, из других ферм, из общего мира, существовать не может. Там, потому что они, нет, нет, кузнецов там, и там, этих всяких, там, материалов нет, еще всего. Но они старались, все, все там, животные работали, старались, старались. Там были самые главные свиньи. Было два свинтуса. Два свинтуса. Один свинтус такой, мы хотим хорошо жить, старался для людей, старался. Старался для зверей. Ну, про зверей, сходный двор. А другой, как там, интересно было написано, мультик, занимался, как говорится, властью, удержанием власти. Он взял, как говорится, маленьких собачек, собачки там были. Там собачки, родились дети. И он их там, дрессировал отдельно, в сарайчике, отдельно, на крышке. В чердаке, в чердаке, он содержал, как говорится, своих, как говорится, новых военных. Ну, там, тусили, тусили, как бы, животные, старались, работали, а толку нет. Потом этот, который, собачек, которые, собачки подросли через какое-то время, прогнали ту свинью, которая была, типа, хорошей. Там, хотя, не было хороших свиньев. Ну, даже книга, все-таки. Типа, хорошую свинью прогнали, плохая свинья осталась, и потом он начал ходить, вот там, начал искать врагов, как говорится, скотной революции, антиреволюционеров, которые, типа, типа, с этой свиньей, которая убежала, типа, контактируют, и, типа, хотят тут бучу устроить, в этом скотном дворе. Начал там ловить, там, этих там, одного загрыз, других загрыз, свиньи начали хорошо жить, начали, свиньи начали везде управлять, потому что, типа, они умные, они только управляли, начали управлять с ними, начали торговать, с другими фермами, начали торговать, начали ходить, начали там, бродить, там, начали, там, очень интересно, по-настоящему, они потом, у них идея, давайте, построим мельницу электрическую, там конь был, он старался, 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 и умер. Свиньи в это время, пока он старался, начали жить в доме, где был хозяин. А, а, в начале революции было написано, они, вот, правило сделали, что все животные равны, а после того, как свиньи, через какое-то время, засели дом, они написали, все животные равны, но некоторые равнее. Интересно вообще. Да. Ну, свиньи стали хорошо жить, там, богатыми стали, конь умер, и его отдали на мыловарню. Прямо, приехала машина, свиньи поехали, пошли договорились, и стали богато жить, прям богато живут, прям хорошо все, а животные все работают, 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 там, все, пайки меньше стали, ситуация хуже стала, там, как с лагеря уже везде понастроили, стало хуже, 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 хуже. Ну, и на этом почти все. Вот, мне самое интересное, там, есть два момента, вот, интересно. В книге и в мультике, вот, очень большая разница. В книге было написано, что, когда свиньи потом начали ходить в общественный пив-бар, и, когда они посмотрели, да, там, животные какие-то там убежали, с этого скотного двора, посмотрели, где, этот, свиньи пьются с людьми, и, говорит, не отличишь, говорит, свиньи, говорит, от людей, что они стали, такими же, такими же, госероботорговцами, как говорится, такими же надсмотрщиками, как и люди. А в мультике, мне больше мультике понравилось, вот это, мне очень понравилось, мультике, типа они, все животные, в других, как говорится, ферм услышали, то, что тут буча, как говорится, transact, началась, что свиньи вообще, наглели, что в других там революция в других местах тоже началась, там тоже свиньи стали наглеить и собрание, общее собрание они начали проводить съезд партийный свиной съезд начался очень такой интересный съезд, пьют, гуляют все нормально а животные услышали поняли то, что что-то не так собрали и свиней всех прям перебили выгнали всех, перебили стали жить нормально мультики мне понравилось больше в книге как-то у Орвела всегда финалы очень страшные у Орвела книги я сколько Орвела читал у него нет ни одной книги чтобы был хороший нормальный финал у него все книги правдивым финалом правдивым это же, мультики все-таки пытаются, чтобы там типа там восстали там все-таки победили как-то как-никак лучше стало жить а в книге нет суровая реальность то, что жить стало хуже то, что свиньи, как говорится обновили и стали похожими быть на людей а животные как плохо жили так и будут еще хуже жить вот так вот такая книга читайте скотный двор смотрите мультик мне нравится если скотный двор финал как мне в книге посмотрите мультик мне в мультике скотного там 564 года какой-то старый мультик мне понравился там больше потому что там тот финал который мне нравится ну всем удачи всем пока айсберг всегда с вами любит почитать любит рассказать любит обсудить оценка именно мультику 10 баллов книге 7 баллов вот как-то так пока, друзья я Продолжение следует...